Сделать покупку жилья, доступной каждой семье округа. Такую задачу решает новая программа ипотечного кредитования «Однопроцентная ипотека». Ее разработал Департамент финансов и экономики по поручению главы Ненинского округа Игоря Кошина. Сегодня специалисты разрабатывают необходимую документацию, чтобы воспользоваться программой можно было уже в этом году. Ипотека по цене аренды. Так позиционируют новую программу ипотечного кредитования в Департаменте финансов и экономики. «Однопроцентная ипотека» призвана повысить доступность жилищного кредитования, в первую очередь для молодых семей. Вместе с тем она будет работать для всех жителей региона, рассказала на расширенном совещании губернатора Татьяна Лагвиненко. В настоящий момент средний платеж семьи на ипотеку составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, при котором только 40% идет на погашение основного долга за приобретенную квартиру, а 60% – это платеж банку в виде процентов. В данной ситуации округ готов помочь семьям, проживающим в Ненецком автономном округе. Новая программа предлагает следующие условия. Семья приобретает в ипотеку квартиру стоимостью 4 миллиона рублей. Первоначальный взнос – 20%, срок – 15 лет, ставка – 12% годовых. В этом случае ежемесячный платеж по займу составит 49 300 рублей. Из них основной долг – 17 800 рублей, платеж по процентам – 31 500. Субсидирование позволит снизить ежемесячные расходы семьи по обслуживанию кредита. Платеж семьи по кредиту составит всего 20 400 рублей в месяц. Из них сумма основного долга – также 17 800 рублей. Платеж по процентам – всего 2600. Остальные 28 900 рублей в месяц возьмет на себя бюджет Ненецкого округа. Программа однопроцентной ипотеки будет доступна для всех жителей округа и предусматривает приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом определен ряд ограничений. Заемщик должен проживать в Ненецком округе. Жилая недвижимость должна быть не старше 15 лет, а жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке не должна превышать 65 000 рублей, на первичном – 75 000. Срок субсидирования по программе – до 15 лет. По данным департамента, средства на новую программу в бюджете 2017 года имеются. «Обеспечение в бюджете, значит, на этот год у нас заложены, финансовые ресурсы. Сейчас при составлении бюджета на 18-й, плановый, 19-й, 20-й год, также мы будем закладывать все прогнозные цифры, которые мы предполагаем для потребности жителей, на 18-й год. В случае нехватки бюджета на данную меру поддержки, в любом случае будем предусматривать при внесении поправок в бюджет дополнительное финансирование». Глава региона дал поручение оперативно подготовить соответствующие поправки в окружное законодательство и внести их в собрание депутатов к ближайшей сентябрьской сессии.